Здравствуйте, дорогие казахстанцы! Хочу сделать видеоотзыв о программах ДВК. Почему я их поддерживаю? Потому что они направлены на улучшение качества жизни населения, на увеличение заработных плат работников, трудящихся. На своем примере хочу показать. Я по образованию педагог, 8 лет потратил, обучаясь в колледже, затем в высшем учебном заведении. Когда я хотел устроиться на работу по профессии, преподавать, узнал, что, оказывается, заработная плата начинается от 40 тысяч тенге. Мне озвучили такую сумму, что-то около 39 копейками, да? Ну, то есть минус налоги на эти деньги. И, к сожалению, ну, сами понимаете, же не выжить. Занимая, вынужден заниматься другой сферой деятельности, не по профессии работать, вынужден искать различные источники дохода, нет никаких социальных гарантий, да? То есть государство, как говорится, о нас не беспокоится. Вот. Что предлагает ДВК? ДВК предлагает в первый год реформ повысить зарплату учителей высшим образованием без категории 400 евро. Это эквивалент на сегодняшнем курсе, составит 170 тысяч тенге. Учителям с высшей категорией, с высшим образованием, с зарплатой 600 евро, это эквивалент 255 тысяч тенге. Есть также дальнейший план развития, то есть повышение зарплат учителей без категории до уровня 600 евро, с высшим образованием, учителей с высшим категорией, с высшим образованием до 800 евро. На сегодняшнем курсе составит 340 тысяч тенге. Цель есть также выйти на уровень европейских стран, Эстония, Чехия, Польша, да, по уровню зарплат. Ну, то есть, что в этой программе, где здесь признаки экстремизма, я не вижу. ДВК не является экстремистской пропагандой. Давайте, активисты, все вместе сделаем видеоотзыв о программах ДВК и покажем правду о том, что это ложь, что ДВК – экстремистская организация. Это мирное гражданское движение, целью которой является улучшение благосостояния населения Казахстана. Следующая часть – это, как я понял, почему эти программы, они реальны, почему их можно воплотить в жизнь, да. Во время прямых эфиров ДВК приводит множество примеров, как работает экономика страны, как влияют на это различные предприятия, да. Так вот, экспортные предприятия, промышленные предприятия, где работают нефтяники, шахтеры, уравоновая отрасль, да, горно-рудная, различные отрасли – это они экспортируют свой продукт за рубеж по мировым ценам. И везде в мире работникам платится достойная заработная плата, достигает там до 10 тысяч долларов в месяц. Вот, простой пример, если увеличить этим работникам зарплату, минимально поставить 3 тысячи долларов – это составит на сегодняшнем курсе 1 миллион 100 тысяч, да. В этих отраслях задействованы около 2 миллионов людей, работают в экспортных предприятиях. То есть с миллион заработной платы платятся подоходные налоги 10%, пенсионные взносы 10%. Эти средства поступают куда в бюджет? Если вы проведете калькуляции, да, умножите числа, вот это вот 100 тысяч, плюс 100 тысяч, 200 тысяч, да, отчисления в бюджет на 2 миллиона работников, получаются колоссальные суммы, которые и позволят увеличить заработные платы нам, бюджетникам, которые работают в бюджетной сфере, медики, те же полицейские, и это лишь один пример экономический. Спасибо.